Губернатора Алексея Русских приняли в ряды одного из старейших географических обществ мира. Торжественная церемония открыла заседание Попечительского совета Ульяновского отделения РГО. Членский билет главе региона вручил замдиректора Департамента регионального развития Дирекции Русского географического общества Дмитрий Цапенко. Кроме того, Алексей Русских дал согласие возглавить Попечительский совет регионального отделения. Решение возглавить Попечительский совет Ульяновского областного отделения Русского географического общества является для меня осознанным выбором. Цели этого общества для меня абсолютно близки и мне понятны. Безусловно, я в курсе всех достижений регионального отделения и принял решение вступить в члены Русского географического общества. Алексей Русских отметил, что работа общества будет поддержана за счет областного бюджета. В планах выделение 3,5 миллионов рублей на подготовку и проведение мероприятий. Глава региона порекомендовал поучаствовать и в грантовых конкурсах, чтобы привлечь федеральные средства. Также Дмитрий Цапенко от лица исполнительной дирекции вручил благодарность председателю Ульяновского отделения Дмитрию Травкину. Ульяновское областное отделение по праву является одним из сильнейших. Своего рода это центр, можно даже сказать, форпост РГО не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей России. Благодаря активному участию руководства и членов РГО ежегодно проводятся различного рода мероприятия, направленные на популяризацию географии. Председатель общественного координационного совета Ульяновского отделения Игорь Егоров подытожил работу отделения за прошлый год, рассказав о масштабных проектах. Уникальная экспедиция РГО 14 вершин ПФО. Идея, которая несколько лет была в головах, но в прошлом году была реализована. Четыре группы, по 6-7 ребят и два взрослых инструктора. Одновременно 27 июня выехали в четырех направлениях. И фактически в течение 8 дней 13 вершин из 14 были покорены. В прошлом году Ульяновскому отделению удалось завершить уникальную водную двухлетнюю экспедицию «Россия с севера на юг» протяженностью почти 5000 километров. Инициатором, организатором и руководителем стал путешественник со стажем, турист-водник Владимир Павлов. У нас все прошло гладко, будем так говорить, без аварий. Потому что и народ был опытный достаточно, и чувствовалась поддержка. Потом нас контролировали ГИМС везде и всюду. Значит, начиная от Мурманска и кончая, значит, Дербента. И еще один участник экспедиции, Станислав Князькин, был непосредственным руководителем двух самых сложных этапов экспедиции. По северу европейской части России, включая Кольский полуостров, Белое море и Карелию. И по югу страны, начиная от Астрахани, Дербента и Каспийского моря. Сама по себе экспедиция уникальная, потому что никто ранее полностью этот маршрут не проходил. Тем более на грибных судах, то есть без помощи моторов, никто этого не делал. В этом уникальность. Во-вторых, мы прошли участками, про которые вообще не было ничего известно. За организацию и успешное проведение этапов экспедиции Станислав Князькин, Владимир Павлов и Андрей Каштанов были награждены почетным знаком «Семберцитовый компас». Председатель Ульяновского отделения Дмитрий Травкин поделился с участниками попечистского совета планами на 2022 год. Мы рассчитываем, что у нас состоится несколько крупных экспедиций, в том числе и всероссийского значения. Вот, например, об одной из них – дороге Ивана Александровича Гончарова, посвященной 210-летию со дня его рождения. Можно сказать, мы задумались сделать то, чего никто не делал – восстановить сухопутную часть путешествия Ивана Александровича с Дальнего Востока до Симбирска. Пройти и посмотреть глазами Ивана Александровича, как сегодня живут эти города, районы. По словам Дмитрия Травкина, всего в планах на следующий год проведение 49 основных мероприятий по 21 направлению. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Олправда ТВ.